Марина Ланина готовится выйти на сцену. Сегодня она играет Этель, вдову, которая внезапно влюбляется в соседа. Мне неинтересно там, где нет любви. Нет любви, значит нету спектакля, нету жизни, нет вообще ничего нет. Евгений Винокуров тот самый сосед, миллионер Гарри, который сближается с Этель. Ему пошел девятый десяток, но оказывается любить никогда не поздно. Времени мало у всех, особенно на любовь. Времени мало у молодых, времени мало у пожилых, у всех. Всем не хватает времени, потому что жизнь проходит очень быстро. По молодости, конечно, это ощущаешь как бы спокойно. А вот когда уже лет 55, 60, 70, там уже совершенно не хватает времени, надо успеть. Историю любви в русский драматический привез московский режиссер Юрий Клепиков. Признается, что работать с мэтрами нашего театра ему было легко и отмечает их профессионализм. Говорит, у них получилось донести до зрителя главное. Когда времени мало, тогда начинаешь ценить жизнь. Вот самый главный посыл – это ценить жизнь. А в жизни главный центр для меня – это любовь. Это история любви. Да, зрелая история любви. В спектакле занято старшее поколение артистов русдрамы. Нина Туманова, Лилия Архипова, Марина Ланина, Сергей Васильев, Евгений Винокуров и Олег Петелин. Играют мэтры, вроде бы старые люди. Это для молодежи тоже, потому что молодежь тоже станет стариками. И им нужно получить этот опыт и понять, что пройдя этот путь и оглядываясь назад, то есть перед твоими глазами есть пример, как жить и как чувствовать, что такое в жизни человека близкий человек, родной человек. История Гарри хорошо знакома и стара, как мир. Правда, закончится она гораздо более неожиданно, чем можно было себе представить. Премьера в Русском драматическом театре «Последняя любовь Гарри» 26 и 27 октября в 18.30. Мария Латышева, Жоргал Целинда Шиев, Новости дня.